Еще добрый вечер, всем спасибо за сегодняшний шоу, очень приятно. Давайте устраиваться поудобнее. Я надеюсь быть точным и закончить в 9 утра завтрашнего дня, чтобы вы сразу настраивались на то, чтобы быть готовыми. Я специально поставил этот слайд, потому что сегодня будет много сюрпризов. Первое, конечно же, мы завершаем сегодня сезон первый. Сезон первого полугодия 2017 года, каждый месяц, два раза, иногда мы проводили здесь открытые мастер-классы для того, чтобы передать вам знания о том, как строить свою карьеру. Какие главные вопросы связаны с этим. Ведь на самом деле я иногда думаю о том, что вопросы карьеры начинаются у нас с самого раннего детства. У меня есть сын, ему 10 лет, и мы с ним уже обсуждаем, кем он хочет быть. До последнего времени родители моей жены, они работающие пенсионеры, они тоже думают, что нам делать, как нам продолжать. Поэтому на протяжении всей нашей жизни карьера, она так или иначе, вопросы, связанные с карьерой, они связаны с нами. Они очень активны и очень болезненны зачастую, например, если это касается увольнения. Или, например, когда мы думаем о том, как бы нам хотелось бы вырасти в карьере, поднять свою заработную плату. И еще и еще много других вопросов. Вообще, на самом деле, вообще мне кажется, мне кажется, я уверен, что вы меня поддержите, что человек, работающий по найму, имеет всего лишь два состояния. Давайте обсудим, какие. Работает или не работает, действительно. И вот поэтому сейчас я вам хотел бы презентовать идею. Она сейчас находится в стадии достаточно глубокой проработки. Этот проект называется «Право на труд». Это онлайн-консультация 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, где любые вопросы, связанные с карьерой, вы можете задать и обсудить по предложенным вам номерам телефона. Сейчас все находится как раз в подключении. Но вот этот домен, он очень скоро заработает. И мы сегодня будем обсуждать, я чуть позднее о нем расскажу. И уже какие-то первые пилотные по спецусловиям условия вы можете подключиться к ним. Но об этом чуть позже. Поэтому вот вопросы, и Конституция действительно нам гарантирует, я на себя взял право помогать это реализовывать. Поэтому вот анонс нашего проекта. Второе. Сегодня у нас будет мастер-класс, посвященный карьере руководителя. Карьера руководителя – это такая, знаете, диалектическое развитие темы, которые мы здесь делаем с 16-го года. Все начиналось с простых тем, таких как вопросы и секреты вашего резюме, семь секретов вашего резюме, основу вашего резюме, как найти работу в кризис. Это 16-й год был очень популярный, и она была востребована, эта тема. Потом вы же опять, задавая мне вопросы, связываясь, анализируя те ответы, которые вы давали на предмет того, а зачем вы сюда пришли, что бы вы хотели. Тема менялась там, как поднимать, как изменять свою стоимость на рынке труда, как зарабатывать больше. Со временем люди, приходящие раз, задавали другие вопросы. А что такое руководитель? Каким образом становиться руководителем? Как быть руководителем? Какие важные моменты карьеры руководителя сегодня существуют? Поэтому тема трансформировалась, и сегодня она считает квинтэссенцией, включая все предыдущие темы, она звучит карьера руководителя, практическое руководство по выживанию, достижению своих целей, борьбе за деньги и должности. Вот так весело, и я надеюсь, сегодня мы достаточно весело проведем этот вечер, потому что после этого вечера мы закроем сезон, как я говорил, я ухожу в отпуск на три месяца и вернусь только к вам в сентябре. Поэтому мне бы хотелось, чтобы улыбки не сходили сегодня с ваших лиц. Почему? Потому что карьера в целом, и разговоры о карьере, это достаточно интересно, весело, и оно должно приносить удовольствие. Если карьера не приносит удовольствие, что же тогда должно приносить удовольствие? Потому что карьера, она занимает 70% нашей жизни, сознательной жизни. Да я понимаю, что возможно у кого-то сейчас есть сложные вопросы в карьере, но мы об этом сегодня поговорим тоже и попытаемся найти ответы на те вопросы, которые вас беспокоят. Поэтому два слова буквально о себе. Однажды у нас мастер-класс сорвался из-за того, что люди не знали, куда они пришли. И был вопрос, я уже начал выступать, я говорю, так кто вы такой, расскажите, как вас зовут. Поэтому я думаю, я решу сразу эту проблему заранее. Меня зовут Роман Дусенко. Я занимаюсь вопросами карьеры уже несколько лет, последние тем, что рассказываю об этом. А до этого ситуация была следующая. Мое образование, я имею два высших образования, президентскую программу про романтических кадров. Я учился в американском университете, в Японии, в Италии. Я являлся слушателем экзекьютив МБИ Московской бизнес-школы управления Сколковым. Последние 16 лет я занимался и делал банковскую карьеру. Закончил свою работу в 2014 году в должности председателя правления банков. Я был совладельцем, акционером банка. Об одном из моих банковских проектов писал Forbes обо мне лично в 2009 году. Вообще я являлся участником команд по мнению Росбанка и группы банков ОВК. Тот Росбанк, который вы видите сегодня, мы его делали таким. У него раньше не было никаких розничных отделений в 2004 году. Тот банк OTP, который вы видите, который сейчас есть, это наша команда делала его таким. Мы продавали российский банк Венгерскому банку. Это была крупнейшая сделка на российском банковском рынке. Порядка 500 миллионов долларов. Это был рекорд вообще по инвестиционным сделкам в России. После этого я делал несколько своих собственных проектов, в том числе Кубаньбанк. Мы купили абсолютно пустой банк из-за 3,5 года. Превратили его в действующий, интересный, реальный банк, который продали польским инвесторам. И потом я еще делал несколько проектов под задачи слияния, погащения и продажи банков. Вот что касается этого. Следующий вопрос. В 2012 году я запустил проект «Бизнес-завтрак». И так получилось, что «Бизнес-завтрак», если вы введете в любом поисковике, сразу вторым или первым будет мой сайт «Бизнес-завтрак». Поэтому это словосочетание, оно как бы напрямую прикрепилось ко мне. Проект прожил 3 года. Вот Оля у нас там часто была на «Бизнес-завтраке», я с удовольствием приветствую ее. Между прочим, это уникальный человек сегодня. И я с гордостью говорю, что благодаря ей мы знаем, что такое понятие «тайм-менеджмент». Спасибо тебе огромное. И Глеб Архангельский – это твоих рук дело. Поэтому этот проект действительно был очень интересным. Пришло много людей. Мы провели порядка 100, может быть, даже больше «Бизнес-завтрак». В каждую пятницу в офлайне, в ресторане мы приглашали успешного человека. И изучали вопросы успеха для того, чтобы понять, как синтезировать этот успех. Если в YouTube зайдете, очень много интересных мероприятий. Поэтому дальше мне хотелось понять не столько успеха, а что делать дальше. Но мы узнали секрет успеха. Как теперь это применить в жизнь? Поэтому этот проект трансформировался. Сегодня это только радиопрограмма. Они выходят каждую среду на радиомедиаметрикс. Вы можете тоже их послушать. Я приглашаю самых, на мой взгляд, интересных HR-директоров для того, чтобы обсуждать вопросы эффективного управления людьми. Вот на эту среду у меня подтвердился, и я надеюсь, что все произойдет, HR-директор ВТБ-24. Мы будем обсуждать эффективность через систему управления. С другой стороны, продолжая и получив огромное количество информации об успехе, имея свой большой опыт управления, я подумал, а там как же я могу сделать так, чтобы информация моя в моей голове была не только в рамках одной компании, а доступно было большим-большим количеством людей. Например, вот за этот период, который здесь побывали, порядка полторы тысячи человек узнали о том, что такое карьера. И вот благодаря этим мастер-классам, порядка миллиона просмотров на нашем канале в YouTube, и много-много людей стали менять свою жизнь, что является для меня самым главным. И поэтому я могу сказать, что моя самая главная цель передать и разговаривать с вами от сердца к сердцу, для того, чтобы в вашей жизни начались какие-то позитивные изменения. Ради этого я это и делаю, для того, чтобы жизнь людей в целом нашей страны, нашей Родины стала лучше. Поэтому я вас приветствую всех здесь, на этом мастер-классе. Эти два часа, которые мы с вами проведем вместе, это моя ответственность, потому что я взял на себя право пригласить вас сюда, чтобы ваше время прошло с пользой. Ведь у каждого из вас была какая-то альтернатива, верно? Вы могли бы провести с близкими, с друзьями, с семьей, против кино, в конце концов. И я надеюсь, что что-то сегодня здесь произойдет позитивное для вас. Для того, чтобы нам немного разобраться и поставить некие рамки о том, что мы будем сегодня здесь делать, я бы хотел поговорить о целях. Целях моих и целях ваших. Вот цели, которые я оставлю себе. Всего лишь два часа. И за эти два часа мне бы хотелось вам рассказать не столько, как это делать, столько, что происходит с людьми, которые попадают ко мне в карьерный коучинг. Ведь я являюсь карьерным коучингом, наставником для того, чтобы стараться сделать так, чтобы ваша карьера приобрела некое новое звучание. Здрасте. Проходите, пожалуйста. Чтобы вы смогли определиться со своими целями, чтобы та работа, которой вы занимаетесь сейчас, приносила вам удовольствие, вы можете попросить, чтобы кто-то подвинулся, потому что выше будет очень трудно вам там сидеть и слушать. Вот. Работа с наставником, она помогает человеку более глубже понять себя. Ведь в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы быть эффективными. Эффективность, она складывается из понимания себя, из понимания целей компании, из соотнесения своих целей с целью компании и достижения результата. Поэтому, вот наша дорожная карта мастер-класса. Что у нас сегодня здесь будет? Мы поговорим с вами о 5 проблемах и 5 ошибках в области в карьере менеджера или руководителя. Мы найдем способы решения вопросов. Я постараюсь передать вам, что все зависит от вас. И я вам расскажу о тех программах, с которыми я работаю каждый день, потому что на самом деле испытываю огромное удовольствие от этой работы. И вот сегодня у меня было несколько занятий с своими учениками, когда мы решали конкретные задачи, конкретные задачи, которые стоят перед человеком. Итак, всего лишь 2 часа. Мои минимальные программы занимают 1 месяц, максимальные 6 месяцев. Есть программа, которая длится год, но это программа полной трансформации человека, доведения его до каких-то новых результатов, которые вообще немыслимы. Это открытие своего собственного успешного бизнеса, там, издание книги, занятие поиска и получение какой-то сверхработы, которые в обычной жизни предстоит невозможно. Поэтому есть вот такая программа, я о ней потом поговорю, тем, кто будет интересно. Моя цель сегодня не научить, хотя я дам вам очень много практической информации, и мне очень приятно, когда люди, выходящие с моего мастер-класса, говорят, знаете, вы были на разных мастер-классах, и там говорят, ну что вы хотели, там, вы же пришли бесплатно, вот что я тут буду вам давать? Нет, у меня позиция абсолютно другая, я вам максимально сегодня дам полезной информации, если вы захотите, вы ее возьмете. Ведь даже сейчас, рассказывая о том, каким образом будет построен мастер-класс, уже идет некая передача вам информации о том, как строить, как разбираться со своей карьерой. Поэтому, что бы я хотел, чтобы сделали вы? Максимально задавали бы много вопросов. Я не хочу сказать, что моя позиция абсолютная, и я не призываю вас абсолютно верить мне. Я хочу, чтобы мои высказывания, мои практики, работа, пример тех людей, которые работают со мной, вызывали у вас вопросы. Вопросы ко мне, вопросы друг к другу, вопросы к себе. Конечно же, моя цель – столкнуть вас с этой точки зрения, на которой вы находитесь сейчас. Для того, чтобы вы немного по-другому посмотрели на свою жизнь, на свою карьеру, что происходит с вами. Поэтому это ваша цель – задуматься о том, что происходит сегодня с вами, где вы находитесь. Принять систему, посмотреть, вообще подумать, подходит она вам или не подходит. И в результате, если вы в процессе с этого мастер-класса принятие решение использовать и работать мои инструменты, работать со мной как с наставником, мы с вами обсудим, с чего нужно начинать и какие следующие шаги будем делать. Но давайте начнем с другого. Сегодня очень много людей, мне очень интересно узнать, а в то же, какие задачи привели вас сегодня сюда. И поэтому первое, с чего мы начинаем всегда наш мастер-класс, это со знакомства. Ведь не только я сегодня интересен вам, но и люди, которые сидят с вами. Поэтому давайте познакомимся. Знакомиться очень просто. Мы делимся на ряды. Вот первые два ряда – это ваша команда. Следующие два ряда, следующие два ряда и следующие два ряда. Ваша цель – представить каждому из вас всего лишь ответ на один вопрос. Какая цель вас сегодня сюда привела? Ну, само собой, имя представится, как вас зовут. Потом откажет от вашей команды. Один человек сделает нам некое совокупное представление вашей команды и скажет, почему же какая некая общая цель нас всех сюда привела. Мало того, если он расскажет это интересно и максимально много назовет имен участников своей команды, он получит от меня персональный подарок, бонус – бесплатную консультацию по его карьере. Поэтому у нас получается, во-первых, каждый из вас может стать капитаном, во-вторых, у нас есть некая конкуренция за приз, потому что мы выберем лучшего. И для того, чтобы начать, нам нужно просто сейчас это начать делать. Понятный вопрос? Задача понятна. Давайте мы еще сегодня у вас правила будут такие. Я вас буду спрашивать, и вы мне будете говорить в ответ «да». Хорошо? Это понятно? Да. Отлично. Итак, понятно, что если как мы сейчас знакомимся? Да. Да, отлично. Первый ряд. Второй ряд. Начинайте, представляйтесь. Третья команда. Четвертая. И мужчины, которые сидят у нас наверху, у них прям вид места, они познакомятся друг с другом. Все, поехали. Вы общаетесь, нет? Вот, вот. Итак, раз, два, три, четыре, да, и вот пять. Да-да, вас там заняты? А, а вот сюда. Курос, два, три, четыре, да? Да. Курос. Курос. Да? Курос. еще 30 секунд и мы продолжаем нет это новое слово мы его не изучали давайте завершаем и начнем так я сейчас возьму второй микрофон давайте сделаем это быстро для того чтобы не потратить сильно наше время но максимально эффективно чтобы узнать почему же мы здесь и что на самом деле в целом нас беспокоит давайте пойдем сверху вниз поэтому мужчины которые у нас на самом верху самом привилегированном положении начнут и представится представляется человек 1 от команды говорит как его зовут представляет команду и агрегированную цель может даже название придумать а потом можете поменяться телефонами создать свою группу ватсапе и кстати у нас многие команды до сих пор так работать живут еще и так добрый вечер наш команда состоит из из технического специалиста друг бизнес тренеров и предпринимателя прекрасно спасибо давайте передадим слово следующей команды я вас приветствую спасибо роман за то что у нас с пола вот роман очень хороший спикер и тренер и по поводу наша команда меня василий и у нас очень просто по половине команды это профессиональные безработные которые самые великие герои это Михаил который в 1993 года был заработан и прекрасно себя чувствуете ну и соответственно у нас еще девушки у нас тоже безработные и еще так и у нас еще есть в нашей команде великолепный руководитель отдела продаж завершая подводя итог спасибо передаем дальше следующее там гардероб неужели кто-то вспомнил какое было задание лесенка и чар отлично инвесторы сидят наверху а оксана она была представителем рича дмитрий директор магазина у него очень интересная цель и он он единственное хочет узнать как узнать как это как человек который нанимает людей вы собственник своей компании да мне кажется что для всех на юг работе обычно видно в компании кто есть перед ней представители финансового сектора назовем так финансист я просто в отпуске и и вячеслав у нас team leader образовательные программы в общем есть да в общем там что-то веб сайте ну team leader вот у всех нас перевела на самом деле если обобщить цель да цель движения движение это жизнь прекрасно хотим узнавать что-то новое у каждого свои цели у кого-то на данный момент это может быть пассивная цель а вдруг пригодится у кого-то это действительно активность цель стоит какая-то конъемная задача ей нужны такие толчки которые помогут решить прекрасно отлично давайте поаплодируем почему? потому что это первая команда которая на сто процентов выполнила поставленные задания добрый вечер добрый вечер меня зовут Екатерина и я пока удивительная команда у нас много у нас много целей у нас очень много интересных людей на самом деле есть профессионалы из разного сфер у нас есть допустим колесина она у нас руководитель проектов занимательной технологической поддержкой работы в банке открытия прекрасно все мы вкратце пойду к тебе я так же специалист финансового сектора активиста банка 24 у нас есть Михаил это практически предстоящий руководитель отдела продаж специалист проектов который знает изнутри коучинг процесс и работу со спикером Антон у нас профессиональный консультант компании сам и он очень хочет стать руководителем у нас есть удивительный человек Александра который представитель благотворительного фонда и удивительно она у нас находится на таком коуче который немножечко ее специфики но мы перейдем к цели чуть похоже у нас есть Марина финансовый директор которая пришла на коучинг чтобы узнать что это с чем это идет и у нас есть Валентина она психолог ей интересно перенять ваш опыт с позиции постоянной карьеры если все мы хотим вдохновиться какой-то идеей кто-то стоит на пороге предстоящих руководящих позиций кто-то уже на руководящих позициях и тем не менее услышать ваше зрение это возможность посмотреть на посмотреть на нашу работу иначе и найти спасибо большое спасибо очень приятно я недавно услышал одну очень интересную фразу касательно вдохновения что такое вдохновение это некий импульс когда ты вспыхиваешь и быстро перегораешь но если научиться использовать вдохновение и имея наличие при наличии стратегической цели тогда вдохновение превращается что в мотивацию прекрасно браво итак кто у нас здесь на большой распределенной территории мы к сожалению не успели не успели но у нас получилось основной костяк это три прекрасных девицы против трех мощных руководителей мужчин нас всех мы все пришли сюда за развитие это в первую очередь в разных степени и нас всегда объединяет что мы все руководители в той или иной степени находящиеся начиная от первых шагов на этой должности и заканчивая вопросом как у Игоря есть ли жизнь после должности руководителя компания что за этим поэтому у нас прекрасная команда которая девушки Юля и Елена они пришли сюда за развитием в первую очередь их задачи Юра у нас занята в сфере фитнеса Елена у нас доктор врач причем известный врач и они ищут для себя новые пути в карьере и новые возможности для развития мы надеемся что по итогам как сказал Дмитрий мы узнаем мы видим что хотят с одним инструментом болезнь для руководителя чтобы себя почувствовать увереннее на должности начальника спасибо спасибо огромное давайте поаплодируем всем на мой взгляд три команды которые однозначно выполнили все условия назвали всех по именам мне пожалуйста представители и мы с вами я вам гарантирую ваш приз консультация моя бесплатная которая поможет вам решить вашу самую главную насущную проблему а сейчас прежде чем мы перейдем к тому чтобы дальше продолжить я бы и хотел чтобы каждый из вас ведь сегодня вы пришли сюда поработать за практическими инструментами взял листочек ручку будь то мобильный телефон если вам удобнее кстати если у вас мобильный телефон пожалуйста в любой социальной сети вконтакте в фейсбуке наберите меня постучитесь ко мне если вдруг фейсбук предлагает ограничение просто напишите чтобы мы были с вами на связи я всем абсолютно отвечаю поэтому сейчас ваша цель задуматься минут на десять ой нет ничего себе минут десять это не позволительно в нашей ситуации секунд на десять ведь вы же уже прошли подготовку и сформулировать для себя свою главную проблемную задачу которую вы хотели решить в своей карьере в построении своей карьере именно записать это очень важно мы потом посмотрим как мы к ней вернемся для того чтобы в конце мастер-класса посмотреть нашли ли вы для нее какие-то ответы мы будем двигаться достаточно быстро хотя на самом деле мне сегодня такое очень расслабленное состояние потому что я понимаю что марафон первого полугодия закончен хотелось бы наоборот вместо того чтобы сегодня рассказывать поделиться с вами результатами всего того что нам удалось за эти полгода но мы начнем двигаться и так я жду пока вы закончите описание своей главной задачи которую вы считали является для вас по большому счету то что вы здесь находитесь и является следствием этой проблемы вот именно она по большому счету вас сегодня сюда и привела подумайте идентифицируйте невозможно бороться с проблемой если ты не понимаешь что это такое поэтому именно идентификация проблемы задачи ее описание в каком бы то ни было формате для того чтобы мы могли потом с вами уже в индивидуальном порядке когда будем работать с ней проработать она поможет вам максимально эффективно использовать это время ведь еще раз говорю вы инвестировали свое время а я свое и я постараюсь сделать так чтобы она была для вас максимально полезной итак главный вопрос какой же главный вопрос нас сегодня волнует и мы в принципе об этом услышали как стать или как быть эффективным руководителем я вам сейчас расскажу свои базовые понятия по которым мы с вами будем двигаться сегодня в течение этого мастер-класса и так в целом выстроен мой карьерный коучинг для того чтобы вам было понятно от чего и к чему мы идем и какие результаты достигать итак базовое понятие самое главное и основное это вы и ваша цель которая стоит перед вами безусловно это карьерная цель я не являюсь специалистом в семейных отношениях в межличностных отношениях в построении каких-то там не знаю других вопросов ни гильштарт терапии ни психиатрии ничего нет я в этом не работаю в этих областях я работаю с профессией с карьерой но работая с карьерой так или иначе человек затрагивает личные области совсем недавно приведу вам пример буквально когда я вот буквально позавчера на моем коуч-сессии когда женщина очень достаточно известный руководитель одной крупной международной торговой сети начал рассказать о том что у нее проблемы в карьере но когда мы с ней поговорили выяснилось что на самом деле проблема не в карьере а проблема в семье связанная с тем что на самом деле получилось так что ее роль роль женщины в семье вернее она сделала на себя роль мужчины и стала главным человеком который достигает результата который ведет семью за собой и так далее и так далее это тоже важно понимать и мы так или иначе затрагиваем эти моменты в конце я расскажу о том какие области мы с вами будем затрагивать когда вы будете работать со мной как с карьерным каучем. Итак, это вы и ваша карьерная цель. Все внимание будет привлечено именно вам, вашей цели, наличие ее у вас или вашей проблемой, решение вашей проблемы через цель. Второе. Оценка ситуации сейчас, где мы находимся. Важнейшее понимание того, какая ситуация сложилась сейчас. Я вам дам инструменты, вы сегодня поработайте с ними. Следующее. Ваше представление о будущем, куда бы вы хотели прийти, это напрямую связано с вашей целью. И четвертое. Поддержка изменений. Вот четыре базовых понятия, которые мне бы хотелось, чтобы у вас отложилось, для того, чтобы вы поняли, как работает система и какие шаги мы с вами делаем ежедневно для того, чтобы двигаться вперед к вашим целям. Итак, мы подходим вплотную к вопросам о карьере руководителя. Что же такое карьера руководителя? Здесь есть два парадокса, по большому счету. Первый парадокс – это когда личность человека попадает в компанию. Что же такое личность? Это многообразие. Каждый из вас уникальный человек. Со своим уникальным опытом, со своими уникальными знаниями. Вы прекрасны сами по себе, уже просто от того, что вы есть. Но, попадая в систему, в компанию, ваши ценности сталкиваются с ценностями компании. Ваши трудности, ваши вопросы, ваша личная жизнь должна оставаться там, где-то в другой стороне. Вы должны решать проблемы, стоящие перед компанией. Здесь возникает следующий вопрос. Вы попали в то место или не в то? Потому что, когда человека принимают на работу, очень важный момент – совпадение, что этот человек является максимально лучшим решением проблемы, стоящей перед работодателем. Я здесь слышал, что есть владельцы или директора компании, да? Вы, по-моему, у вас интернет-магазин. Вот, если я представить, давайте я вас спрошу. Простой вопрос. А что такое вакансия для вас, как для собственника? Я не собственник интернет-магазина. Я его не смотрел. Ну, неважно, вы директор, да? Да. Что такое вакансия? Да, вот, например, у вас же есть люди в подчинении. И вот возникает вакансия. С точки зрения вас, как руководителя, человека первого, который отвечает в целом за процесс, что такое вакансия вообще, вот, как в деятельности компании, в процессе деятельности компании? Ну, по сути дела, это, ну, если мы говорим о вакансии, как в отсутствии некоего человека на определенном результате, то это отсутствие ресурса для выполнения своей задачи, которая стоит перед... К чему ведет отсутствие ресурса? Ну, к неэффективному исполнению. А в целом? Это проблема. Правильно ли, таким образом, можем сказать, что любая вакансия для работодателя – это проблема? Ну, по сути дела, да. Супер, спасибо большое. Таким образом, когда мы говорим о том, что человек приходит в компанию, возникает вопрос, а действительно ли он лучшее решение той проблемы, которую компания перед собой поставила? И об этом мы сегодня тоже будем с вами говорить, и как это понимать. Здесь очень важный еще является момент, а что влияет на карьеру руководителя? Из чего он состоит? Вот вы сегодня – это уникальный сплав вашего воспитания, вашего прошлого опыта, ваших достижений, решения проблем, выход из трудных ситуаций. Я не знаю, всего того, что в жизни с вами сталкивают. Вот сегодня вы продукт. Соответственно, на вас влияла внешняя среда, внутренняя среда, ваш внутренний мир и ваше окружение. Понимая все это и работая со всем этим, мы движемся к достижению ваших карьерных целей. Ну и, конечно же, самым главным парадоксом вообще понятия «руководитель» является то, что у любого руководителя есть человек, который находится выше его. Это собственная компания или группа акционеров. А с другой стороны, у него есть подчиненные. Таким образом, руководитель – это с одной стороны подчиненный, но другого уровня, а с другой стороны он руководитель. И вот этот парадокс очень важно понимать. Почему? Потому что если я вас прошу, будучи подчиненным, что бы вы хотели от компании, в которой вы работаете, то же самое хотят и ваши подчиненные. То есть ровно все, в чем нуждаетесь вы, ровно в том нуждаются и ваши люди, которые работают с вами. Сдаем себе вопрос, насколько мои люди адекватно понимают, куда идет компания, что она делает, какая миссия у компании, какие ценности. Здесь я немножко разбегу вперед. У меня есть второе направление моей работы. Я работаю с компаниями как консультант. Я выстраиваю в компаниях систему управления, основанную на общих ценностях. Так вот, по моему опыту, опыту управления, опыту консалтинга, в компании существует две глобальные проблемы в любой компании. Первое – это неэффективный менеджмент в той или иной степени. И второе – это нежелание сотрудников брать ответственность на себя. Источником этих двух глобальных проблем является пять ошибок. Первая ошибка стратегическая. То есть люди не понимают, куда идет компания, зачем она была создана, какие у нее цели. Вторая – операционная, когда система в целом не работает, непонятно кто что кому передает, кто что в результате получает. Третья задача – неэффективная система управления персоналом. Четвертая – неэффективные бизнес-процессы. И пятое – отсутствие у людей желания развиваться. Именно этой проблеме, решение именно этой проблемы сегодня наш весь мастер-класс, но он трансформирован в карьеру руководителя. Поэтому мы с вами движемся дальше. Итак, я вам дам, слушаю. Какой бизнес-процессы? Бизнес-процессы? Любой вопрос. Продажа, маркетинг – это все бизнес-процессы. Итак, Александр, повторю. Система, стратегия, сама система управления, в целом включающая в себя и система документооборота, и передача поручений, матрица делегирования полномочий. Третье – управление персоналом через людей. Четвертое – это именно бизнес-процессы, эффективность бизнес-процессов, себестоимость процессов, понимание кто заказчик, кто клиент, его длительность и любые другие характеристики бизнес-процесса, их огромное количество. И четвертое, пятая ошибка – это отсутствие эффективности и желания у человека развиваться. Вернее, отсутствие личного роста. То есть стратегические задачи – это не одно и… Стратегические – это первая ошибка, отсутствие стратегии в компании. И они не одно и другое процессы? Нет. Это стратегия. Мы говорим о том, что стратегическая ошибка – это люди не понимают, куда они идут. То есть 90% компаний, если вы руководители, завтра сделайте очень простой тест. Приобнимите кого-нибудь из ваших подчиненных. Завтра утром на проходной. Дорогой мы, скажи, какая стратегия нашей компании? Куда мы идем? Как результат в целом деятельности компании зависит от твоей работы? Он у вас спросит, а вы где вчера были? Так удивительными глазами, удивленными глазами. Поэтому, подведя маленький итог. Рассказав вам обо всем этом, каждый из нас хотел бы получить некий рецепт. А что же делать дальше? Какое лекарство принять для того, чтобы решить стоящую перед нами, перед всеми проблемами? Перед компаниями, перед людьми. Это же так? Хочется узнать рецепт? Хочется узнать решение? Да? Да. Мы же с вами говорили, да или нет? Да. Хочется? Да. Отлично. Волшебной таблетки не существует. Нет. Нет. Не существует. Да. И вы прекрасно это знаете, поэтому желания быстрых изменений невозможны. Я приведу простой, самый простой пример. Давайте поднимем только честно руки, кто с 1 января хотел жить немного по-другому. Давайте я теперь спрошу девушек. Кто хоть раз не давал себе обещания, после 6 не есть? Ни разу не давали, честно. Я могу просто гордиться. Я всем теперь буду говорить, что однажды. Как вас зовут? Марина. Вот скажи, вот у меня была Марина, которая никогда не давала себе. Просто радовала себя. Когда хочу, тогда ем. Когда хочу, тогда все остальное. Супер. Спасибо вам большое. Так вот, лишь на самом деле этот пример показательный тому, что быстрые решения, они как быстро принимаются, так же быстро и не исполняются. Так вот, наша цель сделать следующим, что все любые утверждения, что существуют быстрые методы решения, быстрые способы, книги написанные на этой теме. Знаете, я потом приведу слайд, на котором, когда я ввел понятие карьеру руководителя в американском книжном магазине «Озон», там порядка 190 тысяч книг. В российском порядка 3 тысяч наименований. То есть мы говорим о том, что количество мнений на эту тему огромное. И нет совокупного какого-то одного правильного решения. В противном случае было бы очень классно. Можно было бы прийти в книжный магазин, взять книгу по воспитанию детей, там, я не знаю, как бы счастливым, карьеру руководителя, ну и прочие важные моменты нашей жизни, которые для всех из нас являются важными. Итак, есть один маленький нюанс. Несмотря на то, что я буду стараться сегодня перед вами все два часа делать так, чтобы показать вам, что нет ничего невозможного в карьере, нет ничего страшного в том... Я сегодня, кстати, с женой своей на эту тему пошутил. Она нашла у меня в сумке журнал «Работа», знаете, который в метро раздают. Она говорит, что ли, на работу собрался устроить? Я говорю, да, мне было интересно, что произойдет с человеком, если вдруг я завтра останусь без работы. Я для себя уяснил, очень просто. В этом журнале есть полный рецепт, что делать. В среднем я могу завтра же мгновенно устроиться, я даже ради интереса позвонил, раздавать листовки, быть курьером, и еще несколько всяких работ, я не буду говорить, они связаны там с интимным характером. Все прилично, все прилично, но сразу деньги платят. Второе, я могу найти ночевку, начиная от 300 рублей, то есть это тоже не страшно в хостелах, в общежитиях, в всем остальном. То есть на самом деле нет ничего страшного в том, что в данный момент нет работы. И один из элементов тренинга будет задача, например, прожить один день без денег. Нам бывает это кажется просто страшно, невероятно, но на самом деле и в метро можно кататься без денег, было бы желание. То есть это лишь просто вызов нам для того, чтобы как-то двигаться, несмотря на те преграды, которые стоят. Итак, несмотря на то, что я буду весь день сегодня, этот вечер перед вами выступать, не у всех возникнет желание двигаться дальше. И мы с вами поднимали руки, потому что это трудно. Вообще работа над собой это самое трудное, все, что можно делать. Я каждый день сталкиваюсь с тем, что внутри меня возникают разные противоречия. И я пытаюсь самому себе доказать, что то, что я делаю, это то, что я делаю. Это мое предназначение, это мне нравится. Я действительно нахожу в этом удовольствие, потому что я сейчас эти два часа проживу с вами. И вот Арсен работает со мной уже не более 5 лет, но мы делаем еще много разных мероприятий. И я могу сказать, да, действительно, что это путь, и им нужно идти. И это не сразу решение, но они действительно качественные. И если мы будем испытывать вдохновение, которое будет при наличии нашей цели, мы получим мотивацию, как вы правильно сказали. Итак, давайте подумаем, что делать, как развиваться, как развивать свою карьеру, что делать. Можно учиться по книжкам, это тоже правильно, это тоже возможно, но это затратно. Очень много времени, нет системы. Я рекомендую вам найти тренера. Пусть это буду не я, неважно, не имеет значения. Любой тренер, который человек в вашей отрасли является признанным профессионалом. Почему? Потому что тогда ваша цель стать номер один, появится, превратится в систему. Вы же прекрасно знаете, что у всех олимпийских чемпионов есть тренер, да? Помните, как мы говорили? Да. Да, прекрасно. И все прекрасно знают, что не все олимпийские чемпионы тренируются олимпийскими чемпионами, да? А почему? Почему олимпийский чемпион вдруг слушает какого-то дядю, который на самом деле не является олимпийским чемпионом? Потому что у него просто добрые глаза. Почему еще? Потому что он знает, что делать. Он знает хорошие... Спасибо большое. Спасибо большое. Он знает, как прийти к результату. Поэтому и ваша задача. Если вы поставили себе какую-то цель, постарайтесь найти человека, который добился в этой цели нечто большего, чем средний результат. Тогда вы получите конкретный путь достижения этой цели. Тогда вам будет понятно, что нужно делать и почему. Поэтому, итак, у вас перед вами сегодня будет выбор в конце мастер-класса. И мне бы очень хотелось, чтобы в том недавнем фильме, прекрасный фильм, кстати, недавно повторяли по телевидению, «Матрица», когда Морфеус предложил Нео красную или синюю таблетку, вы выбрали ту, которая приведет вас на путь изменений. Где откроются новые горизонты вашей карьеры, невероятно нового и интересного пути. Каждый день, который будет открывать для вас нечто новое, которое позволит вам достичь, в конце концов, свою цель и быть счастливым. Ведь если вы не счастливы в своей работе, никаких достижений и речи быть не может. Поэтому мы начинаем с вами двигаться. Вот я вам говорил, 3000 в российском магазине и 198 тысяч в американском. Чтобы закрыть тему самостоятельной работы, и потом каждый из вас мог предпринять это, я вам даю 10 шагов самостоятельно, которые приведут вас, это как выстроенная система, которую вы можете делать сами, не обращаясь к никому. Но это тоже работает, поэтому давайте мы проговорим, чтобы у вас этот инструмент остался. Оценка ситуации здесь и сейчас. Мы сегодня будем над ней работать, я вам дам инструменты, мечты и цели, планирование, самодисциплина. Кстати, каждому моему курсу бонусом идет самодисциплина, такой марафон семидневный. Я вам его просто дарю для того, чтобы вы могли продолжать раскачать, разогнать свой разум, свой мозг. Это оценка опыта и результатов, которые вы достигли. Это создание персонального позиционирования, важнейшего элемента вообще в карьерной стратегии. Это создание эффективного резюме. Это силовое поле должности. Оценка либо той должности, в которой вы работаете, либо той должности, которую вы хотите получить. Следующее. Это продвижение в карьере. Это стратегия продвижения. Куда вы хотите попасть, почему. Ну и безусловно, ваше достижение цели, новая должность. Все ее прекрасные возможности, все ее результаты, все ее прелести, к тому, к чему мы стремимся. Вот 10 самостоятельных шагов. Если вы с фотографией, фотоаппарат можете сфотографировать, я вам всем гарантирую, что каждый из вас получит эту презентацию. Я абсолютно открыто вам ее передам. Если вы все зарегистрированы на таймпарт, я так понимаю, вы все зарегистрированы, да? Да. Вот, сегодня же получили смс? Да. Да, все, видите, работает уже наша система. Итак, мы подошли к самому важному. Я постарался уложиться за час введения. У нас остался всего час для того, чтобы максимально быстро и эффективно пройти ошибки карьеры руководителя и пути их решения. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Первое. Это отсутствие стратегии. Второе. Это проблемы личного роста. Третье. Это отсутствие персонального позиционирования. Четвертого. Это человек, когда не умеет управлять людьми. Неэффективный управленец. И пятое. Эффективность работы ниже 100%. Эти пять элементов, на мой взгляд, позволяют выстраивать правильную, эффективную карьеру. Движемся дальше. Так как мир меняется и он нестабилен, с каждым днем работодатели предъявляют нам требования все больше и больше, жестче и жестче. Потому что идет борьба за эффективность. Особенно сейчас в российской экономике, когда неэффективные компании просто уходят с рынка. Поэтому ваша цель быть эффективными на своей работе. Это слово, наверное, будет часто повторяться. Примером является замена Сбербанком порядка нескольких десятков людей роботами. Сегодня колл-центры заменяются ботами. Вопрос следующий. Это важный вопрос, который я хотел бы задать вам. А вашу работу могут сделать роботы? Просто задумайтесь для того, чтобы понимали, что происходит с вашей работой в небольшой перспективе будущего. Итак, ошибка номер один. Это то, о чем я говорил. Это стратегическое. В карьере отсутствие стратегии. Кто из вас водит автомобиль? Или когда-нибудь водил? О, большинство. Прекрасно. С вероятностью 90,99,9 я могу сказать, что вы доезжаете до пункта назначения. Вопрос, почему? Кто мне может сказать? Вы водите автомобиль? Идите сюда. Представьте, что вы бизнес-тренер, который рассказывает о карьерной стратегии. Представили? Сейчас у меня был второй микрофон. И вы к тому же еще и эффективный водитель, потому что вы приезжаете туда, куда хотите приехать. Давайте быстренько разберем, что такое движение на автомобиле к определенной цели. Например, сюда. С чего все началось? Это хорошо. А вот дальше? Информация. Дальше. Инструменты. Хорошо. Еще? Мотивация попасть. Хорошо. Дальше. Я никак не могу добиться того, что мне нужно. Я чуть-чуть дальше. Итак. Это тоже. А что такое навык умения вести автомобиль? Забегай чуть-чуть вперед. Опыта перед этим. Мы и знания. А что такое знание для нас? С точки зрения движения к цели. Ресурс. Верно. Супер. Итак. Первое. Вы хотели приехать сюда. Вы, наверное, посмотрели, что это за здание или представили, что это такое. Нет. Хорошо. Ладно. Хорошо. Что для вас тогда была конечная цель? Приехать сюда же. Ну, вы как-то же сюда приехали. Как? Я прожил самошел. О, прекрасно. Навигатор. Так вот. Давайте теперь перейдем сразу к карьерной стратегии. Если мы хотим какую-то цель поставить себе, мы должны ее представить, конечную цель, точку прибытия. Точка прибытия, я сегодня буду часто говорить. Еще раз говорю о том, что все, что мы говорим, это уже идет обучение. Представить себе точку прибытия. Задумайтесь о своей точке прибытия, пока мы обсуждаем дальше. Что дальше? Проложили маршрут. Это значит, представили себе процесс движения. Что дальше? Вече реализации маршрута. Соответственно, какие могут быть преграды, что может помочь. Что еще? Время. Прекрасно. Время. Прекрасно. Что еще? Ну, тут был выбор. Либо следуйте этой цели, либо ее поменять. Хорошо. Представим, что мы следуем этой цели. Вышли, сели. Вышли, сели. Проверили на машину. Посмотрели, там есть бензин, нет бензина. Это все ресурсы. Теперь то же самое. Давайте расскажем про карьеру. Как поставить и добиться карьерную стратегическую цель? Понятие, чему мы хотим прийти? Оценить то, что мы имеем сейчас. Выявить те инструменты, которые потребуются для того, чтобы прийти к этой цели. Понять то, что есть, чего не хватает. Соответственно, получить те ресурсы, которых не хватало изначально. И двигаться к этой цели, которая была намечена. Право. Давайте поаплодинам. Спасибо большое. Таким образом, мы с вами теперь четко понимаем, что такое построение карьерной стратегической цели. Это точка прибытия. Это понимание того, что нам нужно делать. Это какие ресурсы. Представление конечной цели. Но теперь, конечно, нам нужен план. Или, как мы говорили, маршрут реализации. Так вот, как же нам сделать так, чтобы у нас это все появилось? Исправим карьерную ошибку номер один. Вот экспресс-тест любого из вас. Просто подумайте внутри. Я буду читать ответ, а вы себе задавайте ответ. Да, нет. А потом считайте, сколько у вас да, а сколько нет. Итак, наличие карьерной мечты. Можете плюсики ставить, чтобы было интересно считать. Наличие карьерной стратегической цели. Наличие стратегии движения к этой цели. Наличие стратегического плана движения к этой цели. Наличие плана действий. Эффективное резюме. Достойная оплата труда. И любимое дело. Итого у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В следующий раз поставлю циферки. У кого получилось больше пяти плюсов? Прекрасно. Отлично. У кого больше шести? Ничего себе. У кого больше семи? Вы просто... Я думаю, что сегодня мастер-класс. Вы могли бы вместо меня провести. Поэтому в следующий раз не стесняйтесь. Начинайте прямо двигать новую карьеру. Тем более вы продажник. Вам все удастся сделать. Итак, это действительно самый простой тест на то, что есть или нет. Там есть более сложные задачи. Его можно по-разному описать. Записана она, не записана. Насколько она сегодня достижима. Где она минимальна, где максимальна. Это все вы можете сфотографировать. Или потом, когда получите эту презентацию, поработать с собой. Или мы с вами ее в любом случае пройдем. Итак, задача ставить самому себе условия. Еще раз. Я хочу вас вернуться к той задаче, которую вы себе поставили. К той самой главной проблеме, которая перед вами стоит. И к той карьерной цели, которую вы хотите решить. Есть она у вас зафиксирована? Да или нет? Итак, основой... Почему мы сейчас дальше движемся? Человек это уникальное существо. Вообще, в целом, психологи, сидящие здесь, мне подскажут, что поведение человека это следствие. Основой же и вообще мотиватором поведения является ценность, убеждение, образ мыслей. Это психология. И она действительно действует именно так. Сначала ценности, убеждение, образ мыслей, а потом поведение. Поэтому у вас же дети есть, большинство, да? Если мы говорим детям, не делай так, он что, посмотрит на тебя, а потом снова продолжает делать? Да. Потому что влияние на поведение бессмысленно. Но когда ты ему объяснишь, когда ты зайдешь через глубину, через несколькое время, покажешь своим собственным примером, тогда человек или ребенок начинает немного по-другому себя вести. Поэтому наша цель – опираться на свои внутренние ценности, на ваши, на ценности каждого из вас. Что бы мне хотелось, чтобы вы сейчас, мы сегодня все в экспресс делаем, сформулировали для себя три, возможно, дома вы сделаете 5, 10, 15, 20, вы уже делали это упражнение. Свои важные ценности, которыми вы руководствуетесь в жизни. То, что для вас является… А вот давайте я, кстати, вас спрошу, а что же такое ценность? Какие есть версии? Давайте быстренько пробежимся. У кого какие? Что такое ценность для человека? Основной стержень. Основной стержень. Супер. Еще? Приоритеты. Прекрасно. Что еще такое ценность? Ну? Ориентир. Это что-то очень важное, а чего ты не готов отступиться. Прекрасно, отлично. Еще какие варианты? Прекрасно. И первый ряд нам что-нибудь подскажет? Принципы. Что? Принципы. Теперь мы все понимаем, что такое ценности. Записываем. 3, 5, у кого как сколько получится. Возможно, вы впервые вообще делаете это упражнение. Мы все думаем о том, что мы живем по ценностям. А как на самом деле? Готово? Да. А можно вопрос? Да. Это ценности должны касаться карьеры или жизнь? Жизненные. Потому что карьера – это следствие нашей жизни. Это не жизнь. И, кстати, это очень многое определяет, если мы просто даже поймем, что карьера на самом деле – это не жизнь. Это часть, одна из приятных или там, неважно, любых. Но жизнь – это нечто гораздо большее, чем карьера. Мы имеем в виду профессиональную карьеру, вообще работу, физические. Хождение на работу, труд на кого-то, труд на себя – это все. Это не жизнь, это часть жизни. Итак, следующее. Давайте теперь подумаем о ваших ролях. Почему это так важно? И начинаем с самой глубины, для того, чтобы вы понимали, что первое, помните постулат, это вы и ваши цели. А что такое роли? Давайте определимся, чтобы нам всем коллективным ран. Что такое роли? Давайте спросим нашего психолога, чтобы не мучить всех остальных, что такое роли? Ну, работать, пожалуйста, не хочется. Воспомнил его другого спросим, потому что роль бывает социальной, и роль бывает профессиональной. А ну, какие нравятся? Чем лучше справляется человек с той или иной ролью, умеет переключаться, тем он социально адаптированно. Ну, я считаю, что мы все социально адаптированы. Все же социальная роль профессиональная не имеет значения. Что такое, я не услышал от вас ответа. Видимо… Папа. Сегодня, сейчас вы слушатель, я, там, лектор, там, через какое-то время вы подруг, подруга, может быть, получится. Никто знает, сегодня вечер разный, может быть. Поэтому знакомые, там, дети, отцы, все что угодно. Вот какие наиболее три для вас важные, социальные или профессиональные, может быть, вы директор или, там, подчиненный, роли для вас имеется важным. Мы сейчас, буквально через 10 секунд вам откроется вся тайна моих приготовлений, поэтому просто давайте зафиксируем их. Что-что? Сколько хотите? Я предлагаю три пока. Дома можно делать это упражнение бесконечное количество раз. Можно делать раз в квартал, для того, чтобы посмотреть, что меняется, как каждая из наших ролей реализуется в той или иной ценности или ценность реализуется в той или иной роли. Для того, чтобы понять основные мотиваторы, движения человека, избегания чего-то или приобретения чего-то, получения большего. Так вот, вот она чудо-табличка, с которой бы мне хотелось вам начать. Чтобы вы смогли прошкалировать реализацию каждой своей ценности в своей роли. Вы, мне кажется, вот сейчас возникнут, может быть, в ваших головах вопрос, а как же это связано с карьерой? Почему я сижу и слушаюсь, занимаюсь, вместо того, чтобы решить, как мне найти новую работу, я пытаюсь разобраться со своими ценностями? Так вот, если мы с этим не разберемся, проблема с новой работой будет не решена никогда. Или она может решена быть и получится так, что люди, большинство тех людей, с которыми я знаю, они несчастливы в своей работе. Они пьют антидепрессанты и так далее, и так далее, и так далее. Лучше разобраться с тем, что вам хочется, к чему вы стремитесь, к чему вам больше всего предрасположено, и тогда мы начинаем действовать. Эту табличку вы сделаете дома. Вы можете просто сейчас в уме проиграть. А как же, например, моя ценность номер один реализуется в роли номер один от единицы до десяти? Да? От единицы до десяти. Где десять максимальная реализация, единицы минимальная. Эта таблица вам даст карту вашего сегодняшнего состояния, где девятки и десятки – это ресурсное состояние, откуда вы черпаете энергию, а все остальное до восьмерки – это ресурсные зоны, куда вам нужно вкладывать энергию, потому что результаты вашей ценности не удовлетворены. Надо подумать, что делать. Так вот, в результате всего этого у нас с вами появляется желание изменить реальность, что-то изменить, что-то добавить, каким-то образом повлиять на эту ситуацию, стать другим, в конце концов. Видите, я еще раз возвращаюсь к первому постановку, мы заходим через человека. Карьера, решение карьерных вопросов возможно только через человека. И теперь мы подошли к простому состоянию, осознание ситуации сегодня, то есть где мы сейчас. Так как вы, достаточно большинство из вас поднимали руки, что вы менеджеры, вы знаете много разных инструментов. Я поделюсь с вами еще другими. Первый инструмент – кто я? Это самый простой инструмент, когда я, здравствуйте, я, и с точки зрения профессиональной области, давайте пройдемся и попробуем, насколько у нас это легко получается сделать так, чтобы мы могли ответить, здравствуйте, кто я. Начнем с первого ряда. И будем потихонечку передавать микрофон. Мы сейчас давайте сконцентрируемся в профессиональной области. Хорошо, а может быть как-то им можно добавить имя, в какой области, в какой профессии, в каком компании. Ну, хорошо, нет проблем, давайте дальше микрофон. Мастер, сколько так работаю? О, прекрасно. Тренирую детей, подростков, и сейчас хочу продюсировать на взрослых, и в дальнейшем хотел бы простить карьеру. Вы слышали мое интервью с Натальей Боярковой, с HR-директором вордкласса? Нет. Ну, как же так. У вас есть? Да, конечно. Передавайте микрофон выше сюда, к нам. Давайте, кто смелый? Здравствуйте, я. Здравствуйте, я. Меня зовут Виктор, я пытаюсь сделать карьеру в спортивном менеджере, вот я с вами общался, участвую в интернете, поиск, и у меня основная цель сделать хорошие кадры спортивных менеджеров именно регионов, я сам в Северной Сети как раз и так, начать. Спасибо. Да, я буквально хочу сказать, что вот у меня сейчас, я занимаюсь с одним топ-менеджером, который вовлечен в одной крупнейшей организации за развитие спорта, и вот вопросы этим у Виктора тоже решаем. Итак, здравствуйте, я. Здравствуйте, я Кашел Курпантон, я занимаюсь построением бизнес-процессов, их оптимизацией и внутренним на разных компаниях. Прекрасно. А конкретнее, модуль, основные средства, финансы. Хорошо, отлично. Дальше. Другая вечер, меня зовут Олеся, я работаю в финансовой сфере, занимаюсь обучением, поддержкой продаж, так что если кому-то не будет финансирование, у меня будет финансирование, я уже молодец, старый, бэлл, молодец, так что я чувствую. Продакт плейсинг сразу только небольшой, да? Да, это конечно. Здравствуйте, меня зовут Олеся, я главный руководитель в компании. Моя большая мечта, я хочу стать финансовым директором, и я в последние несколько лет уже к ней иду. Вот сидит живой финансовый директор. Вот смотрите, разница между вами, например, 15 лет есть как минимум. Вы можете спросить, а что это такое, стоит ли туда идти? Это будет очень хороший им кейс на сегодняшний вечер. Так, пожалуйста, вот, отлично, да? Здравствуйте, я Деведес. Отлично, все, кто понимает, будет близок к акционеру, понимает, о чем идет речь. Дальше. Здравствуйте, я Иван Свердлов, я занимаюсь продажами, я крупный продажник. Я отец, и он продажник больше 10 лет. Прекрасно, и давайте дальше, кто у нас еще хочет? Здравствуйте, я Михаил, я профессорам, здорово. Я работаю, и за деньги расскажу, как просит работать. Прекрасно, это уникальная новая профессия. Видимо, вы счастливы, правда? Здравствуйте, я Михаил, все время работал надяем, и хочу научиться, отправиться в свой свой бизнес. Супер. Здравствуйте, Роман, мне 15-летний с нашей предпринимательской деятельностью. Вот предприниматели сзади. Помогаю тем, кто решил наконец работать на себя, сделать это в максимально эффективные сроки с наилучшим результатом. Спасибо большое. Видите, как прекрасно. Оказывается, не так легко, вернее, не так сложно сказать, кто такой я. А вот если я задам вам следующий вопрос, а какая у вас профессия? Или каким делом вы занимаетесь? С санерами, с директором. Они забывают о том, что они занимаются любимым делом. И когда они говорят, я все, не хочу больше на этой работе работать. Больше мне эта работа не нравится. Я говорю, так тебе не нравится твое дело, которым ты занимаешься? Или это ситуация, которая сложилась в твоей компании? Зачастую, когда мы начинаем разбираться, оказывается проблема в ситуации. Ведь дело, которым мы занимаемся, мы его любим. Я вам рекомендую посмотреть прекрасный фильм. Называется «Мечты дзиро о суши». Это фильм о человеке, который 50 лет лепит рисовые шарики в своем ресторане. И его ученик, для того, чтобы его допустили к клиентам, должен 15 лет лепить рисовые шарики. И этот фильм наполнен смыслом о любви к своему делу. Это очень важно. Давайте двигаться дальше. Прекрасный кейс. Кто узнал из прошлого, что это такое? Лотерея. Представьте, что вам выпала возможность выиграть. Давайте сразу договоримся о том, какая сумма, потому что мы живем в Москве. Я сегодня узнал, что, оказывается, один стежок, чтобы подшить мой рюкзак, стоит 1000 рублей. Я говорю, знаете, я вообще посмотрел, там зарплата 25 тысяч рублей. Это на какой золотой машинке должны делать стежки для моего рюкзака, чтобы он стоил 1000 рублей. Так вот, давайте сразу определимся, какой выигрыш считается для нас крупным. Первый ряд. Предложение, быстренько, быстренько. Миллион чего? Понятно, мелко плаваем. Дальше. Еще какие варианты? Что? Крупные деньги, сколько для нас? 500 миллионов. Чего? Хорошо, 500 миллионов это 10 миллионов евро, долларов по старому курсу, да? 10 миллионов евро, здесь по нынешнему. 500 миллионов евро. Ну, не бывает такое, ладно. 10 миллионов евро. Нормальная сумма? Да, нет. У кого есть? А все молчат, главное. Знаю, что точно у кого-то есть. Итак. 10 секунд. Вот вы помните вашу профессию, чем вы занимаетесь сейчас. Если бы вдруг сегодня вечером, купив билет, вы узнали, что вы выиграли 10 миллионов евро, чем бы вы стали заниматься? Есть решение? 100 желаний, знаете? Нет, 100 желаний это мы потом сделаем одно. Но вот какое бы дело вы для себя выбрали, какой бы профессии вы себя посвятили, тренинг продолжается, не верчайте внимания. Итак, давайте быстренько, общение абсолютно, поделитесь своими крейзи желаниями, если бы вы выиграли 10 миллионов евро. Что бы вы стали делать в этой жизни? Делать, если работать. Работать, конечно. Работать. Своё производство алкогольного мороженого. Алкогольное мороженое. Подождите, можно задать вопрос? Да. Ваша себестоимость года примерно какая? Вот просто вот сколько, да, в год? Судя по ползам, мне достаточно и 80 в год. 80 тысяч рублей? Ну, не учитывая жилье. Хорошо. Как бывший студент? Да. У вас получается 50 миллионов рублей. Зачем вам что-то делать вообще? Ну, если 80 тысяч и 50 миллионов. То есть можно же реально прожить всю жизнь, занимаясь чем-то там для себя, для общества. Ну, вот это как раз таки и для себя. Хорошо, ладно. Итак, ваш ответ. Хорошо, давайте передавать дальше. У кого какое желание? Кто бы чем занимался? Я бы сделал концерт для смерти. То есть чтобы все два решили вечно. Супер, отлично. Дальше. Девушки. Вот представьте, что все финансовые проблемы решились. Можно помогать людям. А что конкретно делать? О, отлично. Супер. Отлично. Александр. Константин. Ну, а ты, который будет на себя вот для отдельный бизнес, а остальное, то, что я сейчас делаю, бизнес-клочинг и консалтинг, продолжал бы? Продолжал бы. В любом случае, не остановился бы. Нет. Не поехал на капры рисовать картины, не пошел бы работать в хоспис, там, я не знаю, помогать людям. Ничего. А это есть помощь? Нет, нет, нет. Это не помощь, это лукавство. Я вчера спорил с одним очень небогатым человеком. Он говорит, я свою компанию держу на нуле, очень большую, и я считаю, что это социальный проект. Я говорю, нет, это ложь. Ты просто спасаешь свой актив, потому что тебе важно. Если бы тебе не важен был актив, ты бы занимался филантропией. Что значит, нуля, он держит эту компанию? Что? Что значит, нуля, я? Ну, то есть, она работает, он ее не закрывает, потому что, якобы, перед ним ответственность за жизни людей, которые работают в этой компании. Ну, он, наверное, в точке безубыточности. Коучинг для обучения это тоже по мужчине. О, супер, бесплатный, да? Ты бы делал бесплатный коучинг. Он невозможно. Супер, отлично. Давай дальше микрофон вниз. Еще дальше передавайте. Давайте, ребят, возьмите микрофон, передайте, пожалуйста, дальше. Что бы вы делали? Кого вы привезли? Кого вы привезли? Я был в Мжоу. А он же приезжал уже. И что? Для вас лично. А, бесплатный концерт. О, класс, вот это супер. Возьмите, пожалуйста, микрофон сзади, да? Что бы вы делали? Часто я бы не думала. Ну, то, что я бы продолжала заниматься тем, чем занимаюсь, может быть, это немножко дефектовый. Например? Все-таки, ну, когда-то наивили работать, если это и компаники, если... Ну, хорошо, а вы бы продолжали ходить на работу, если у вас на счету было 50 миллионов рублей? Ну, я бы занималась, но тоже... Не, ходили бы на работу. Ну, на работу, наверное, не ходили. То есть на работу перестали бы ходить? Понятно, хорошо. Девушки, да, пожалуйста, вот. Это ужасно. Не забывалась. Но у вас было время подумать, я специально давал. Да, я понимаю, но это не очень простой вопрос. Там такое мнение об этом не многое. Вы знаете, я бы, наверное, занялась в коеме хобби. У меня достаточно много и заработал у меня. А как вас зовут? Светлана. Светлана. Вы знаете, на самом деле вы сейчас сказали важнейшую мысль всего этого сегодняшнего вечера. И мне очень приятно, что именно вы ее сказали. Если вы помните, вы в первом предложении сказали, я об этом так серьезно никогда не думала. Чем бы я хотел заниматься, если бы передо мной не стояла задача выживаемости? Мне повезло. Я родился в то время, когда еще люди не ориентировались на деньги. Нет, конечно, все думали, что жить хорошо – это всегда прекрасно. Но тогда выбор профессии не зависел от денег. В то время моя мама была учителем. Я ходил в библиотеку, были библиотекари, были ветеринары, были сантехники. И все жили достойно. И все жили достойно по одной простой причине. Нет, все жили по-разному. Но кто работал хорошо, жили нормально. По одной простой причине, что люди шли вслед своему призванию. Они действительно, нас действительно пораньше в школе спрашивали, а что ты хочешь? Ведь понимаете, мы куда сегодня идем? Еще раз я хочу вернуться. Почему так долго время я уделяю вот этому первому моменту? Сегодня уже фактически полчаса мы разговариваем о самых глубинных ваших вопросах. А что же вы хотите? Что же является смыслом вашей жизни? Что бы вы делали, если бы перед вами не стояла задача работать? Ради чего вы вообще пришли в этот мир? Пусть это слишком, может быть, пафосно звучит. Но ведь перед нами, перед всеми есть какая-то более сверхзадача. Мы каждый создан для решения чего-то. Вот у вас есть хобби, в которых вы раскрываетесь, наверное. Вы чувствуете себя, черпаете оттуда энергию, получаете максимальное удовлетворение. А может быть, представьте, если бы ваше хобби было вашей работой. Вы были бы счастливы. Давайте микрофон дальше. Если получим сумму, в принципе, более 10 миллионов, я бы, наверное, отправился в путешествие. Отлично. Такая нормальная эгоистичная мечта. Нормально. Дальше. Что потом? Приехали. Наверное, кто уже не приехал, а что ты там действительно хотел бы жить, там, где хотел бы, получается, развиваться. Хорошо. Остались на острове. Прекрасном острове. Спальня. Что дальше? А может быть, наоборот, кстати, ближе? В крупном мегаполисе. Рио-де-Жанейро. Дубай. Дальше. А свою профессию, получается, нацплуба? Таксист, например. Нет. Ну, хотя там такси, наверное, на зарате, поэтому... Почему нет? Там есть очень много Камри. Ну, наверное, что-то типа инвестирования. Вот. И уже куча. А зачем, если у вас деньги есть? Ну, деньги должны делать деньги. А что вам приносит удовольствие, радость в жизни? Деньги? Ну, нет. Почему? Ее работа, естественно, тоже приносит удовольствие. То есть, мне нравится. Моя работа тоже продавать, в принципе, и поэтому, как бы, тут считается приятно и полезно. Окей. Я надеюсь, вы поняли, о чем я хотел вас спросить, да? Давайте микрофон дальше и быстро закончим. Еще одного человека послушаем. И на этом все. Давайте девушке дадим. Да. Я нахожусь на барабанах. Круто. Класс. И играли бы. Игорь, хотите сказать? Давайте. Вот микрофон сзади. Сейчас, помимо профессиональной деятельности, занимаюсь в социальной работе. Это помощь алгоритм наркозависимым, это работа с трудными подростками. И работа эта сейчас ведется на крайне на скобной материальной базе. И, естественно, в связи с тем, что те люди, которые помогали финансово, эти организации, они сейчас испытывают ценные трудности и порой часто обращаются. То есть вы бы инвестировали их в свою социальную деятельность? Спасибо большое. Ребят, задумайтесь, пожалуйста, уважаемые наши слушатели. Задумайтесь о том, что для вас является важным. Движемся дальше. Вы говорили о сумасшедшем списке. Помните, я кто-то предложил, что бы я хотел сделать? Подумайте об этом дома. Что бы вы хотели сделать? Что бы вы хотели получить? Что бы вы хотели купить? Где бы вы хотели побывать? Все это вместе может привести вас к пониманию того, что же вы хотите на самом деле. Ведь мы давным-давно разучились мечтать. Я презентацию пришлю. Итак, движемся дальше. Мне бы хотелось вот здесь, в завершении этой темы, привести слова Уолта Диснея, Сэм Уолта Диснея. Сделать можно все, что можно увидеть в своих мечтах. Это вот очень важно. Еще один очень интересный инструмент – представление, что с вами произойдет через 10 лет. Представьте, что мы с вами снимаем фильм о вашей жизни. Сегодня 15 мая 2027 года. Где вы? Что вы? Почему вы там оказались? Это представление той точки прибытия, о которой мы с вами говорили, когда мы садимся за руль для того, чтобы куда-то приехать. Итак, мы с вами прошли все три категории для того, чтобы подготовиться к постановке цели. Итак, наша карьерная цель очень простая. Давайте сейчас мы с вами разделимся на очень маленькие команды. Вот вы вдвоем будете считать, чтобы вы не путали нас. Вот этот ряд, который сидит здесь, номер один. Понятно? Вот все, которые сидят здесь в первую. Поднимите руку, пожалуйста, вот этот ряд, крайний. Нет, вы уже не крайний, вы второй. Нет, только первый человек, один поднимает. Отлично. Это ряд номер один. Это ряд номер два. Вот здесь вот поднимите, пожалуйста, руки, вот, чтобы вы понимали. Отлично. Супер. Кто посередине, прибьетесь к кому угодно, как получится. Итак, ваша цель. Номер один поворачивается к номеру два. Поворачивайтесь. Нет, нет. Номер один поворачивается к номеру два. Номер два не отворачивается. И отвечает на этот вопрос. Могу ли я просто и ясно объяснить себе и другим, что я хочу в своей карьере? Какая моя карьерная цель? Пожалуйста. А потом ровно наоборот сделаем. 30 секунд. Поехали. Номер один расскажет номер два. И номер два номер один. 30 секунд. Просто ясно. Вы одна. Берите кого-нибудь. Рома, вы сидите просто шикарно. Я завидую. Получается? Готовы? Скажите да. Вопрос номер два. Делаем то же самое. Номер один говорит номеру два. А потом номер два говорит номеру один. Готовы? Не слышу ответов да. Готовы? А теперь последний вопрос. Каким станет мой первый шаг к достижению моей цели? Пожалуйста. Номер один, номер два. И номер два, номер один. Готовы? Заканчиваем. Я уверен, что это было интересно. Групповые дискуссии, они всегда интересны. А теперь давайте посмотрим. А теперь давайте посмотрим на то, а как нам там оказаться. Давайте посмотрим на то, как нам оказаться. И вот простая схема, четырехшаговая, которая позволяет в процессе работы с каждым из вас или в индивидуальной работе с вами добиться поставленных вами целей. Итак, изначально это вы и ваше желание быть другим или измениться, или что-то достичь в своей жизни. Первое. Это оценка ситуации здесь и сейчас. Мы с вами ее сделали. Конечно же, это только легкие, самые поверхностные инструменты, которые существуют. Мы гораздо более глубже работаем с вами, когда мы обсуждаем в работе один на один. Следующее. Что вы хотите? Это, наверное, самый главный, самый сложный момент. Знаете, я такой даю инструмент, я вам дарю его, каждому из вас. Я говорю, начинаем с первого. Пять минут в день мечтаем. Плюсик в WhatsApp, если помечтали. У меня телефон с утра, он там плюхается. Там плюс, 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 плюс. Хорошо, процесс идет. Но кто-то забивает на это. А потом начинаются такие, знаете, ситуации, когда человек понимает, что от него зависело. Он ничего не сделал и требует. Ну где? Ну какое мы решили? Ну что мне делать? Давай возвращаться. А в чем проблема? Давай посмотрим. А что ты нахотел? Нахотел за это время? Что ты хотел эти пять минут? Потом мы увеличим до десяти, до пятнадцати. А потом задача человеку в течение месяца найти один выходной день, побыть один сам с собой, наедине. Это что, чтобы разобраться, подумать, пописать, обсудить самому с собой. Хотя на самом деле люди не развиваются вообще не сам с собой. Это происходит аналитика. Люди развиваются и оценят друг друга через общение друг с другом. Вообще развитие человека идет через общение друг с другом, с другим человеком, через контакт с другим человеком. И это основа, в принципе, в этом основа и тренерства, и коучинга, и карьерного консультирования, потому что человек со стороны себя не видит. Но когда ты даешь конкретные задачи для того, чтобы человек проработал, это работает. Итак, мы находим гэп, то есть дистанцию, расхождение между тем, что есть сейчас, и там, где мы хотим оказаться. Мы изучаем возможные пути решения, оцениваем силовое поле, понимаем, насколько далеко или близко находится та цель с точки зрения корректирования ее реальности. И потом мы начинаем делать план действий и начинаем действовать. Вот, в принципе, самый простой, я уверен, что каждый руководитель, руководя компанией, или любой человек, ставящий цель, пишущий диссертацию, например, или научную работу, он все равно, все то же самое мы проходим. Но зачастую мы это делаем, знаете как, бессознательно. Если вот вы же все поднимали руки, я вас спрашиваю, вы водите автомобиль, если я вас спрошу, а как вы водите автомобиль, ну вы скажете, ну сел и поехал, да? То есть, только кто недавно начал водить автомобиль? Ну совсем недавно. Ну то есть, помните еще это время, когда нужно было там посмотреть зеркало заднего вида, нажать на сцепление, перевести ручку передач, там, отрегулировать боковые зеркала. Кто-то сейчас регулирует все боковые зеркала, сел да поехал. Там еще в это время губы красим, там, или смс пишем, и все что угодно. Вот это, назначается, цикл от бессознательного незнания к бессознательному знанию. То есть, мы это понимаем, но иногда не проговариваем. Так вот, чтобы вам тоже, вашу копилку знаний, есть такой цикл, который проходит человек. Вот, например, я знаю, вернее, я даже не знаю, что я многого не знаю, пока мне кто-то об этом не скажет. Это значит бессознательное незнание. Потом мне кто-то рассказал о том, что я что-то не знаю. У меня появилось осознанное незнание. И если мне это интересно, я приму над собой усилия и стану изучать вопрос. И я сознательно буду знать. Потом в процессе постоянного эксплуатации, постоянной деятельности, это перейдет в бессознательное знание. Таким образом, я просто это знаю, ну, как бы мне даже об этом думать не надо. Так вот, я уверен, что все мы это знаем. Зачастую мы понимаем, как ставить цель, мы думаем об этом. Но как это сделать на самом деле, как заставить себя, как подвигнуть себя к тому, чтобы это сделать, мы забываем. Поэтому моя цель сегодня – дать вам этот импульс вдохновения, что при наличии цели приведет вас к мотивации. Движемся дальше. Наши, безусловно, я уже говорил, что вы прекрасный индивидуальный образец сегодняшней, той ситуации, в которой вы есть. Но это связь нашего прошлого с нашим настоящим и проекцией на будущее. Ведь в том, как мы жили, и те уроки, которые мы как бы приобрели, это и есть, закладывает основы нашей личности, наше сопротивление изменениям или наоборот. В общем, это все очень важно. И тоже эти вопросы мы с вами изучаем. Почему? Давайте вспомним маленький будет вопрос у меня про резюме, но мне бы хотелось его прямо сейчас вам задать. Что такое резюме? Пожалуйста, у нас же не так много времени, чтобы сильно раздумывать. Визитная карточка, хорошо. Еще. Что? Самопрезентация. Прекрасно. Самому себе, особенно перед собеседованием. Я никогда выглядел таким умным, как на собеседовании. Еще. Подведение итогов, которые были сделаны или совершены на прошлый год. Очень интересно. Но есть ли это вот еще более красивее, или красивее, как правильно там сказать? Портфолио. А еще? Короткая жизнь. О, класс. Короткая жизнь. Книга, по сути, это рассказ о человеке, о том, что он делал, как он учился, как он развивался, с какими сложностями и задачами он столкнулся. Основа резюме – это результаты. Результаты того, что мы сделали. Ведь каждый из вас, я уверен, каждый из вас, если сейчас на секунду задумается и вспомнит свое прошлое, как минимум мне выделит один из важнейших проектов, из которого он вышел победителем. Сложнейший проект, который ему удалось решить. Это является основой. Вот резюме – это рассказ о тех успешных проектах, о которых вам удалось решить. А что еще? Зачастую в 100% российских резюме просто нет. Но тоже является главой книги о каждом из нас. Не совсем, но очень весело. Это да, это в конце. Кстати, западные компании читают резюме не сверху, как российские, а снизу. Вопрос – почему? Но это второй вопрос. Итак, что, на ваш взгляд, еще должно быть в резюме, чего нет вообще в наших резюме? Это я вам со 100% гарантии. Нет, со 100% гарантии. Неудач. Неудач в наших резюме не существует. Но именно о том, как вы справлялись с трудными ситуациями, как вы находили выход, когда вы были в той ситуации, как вам удалось подняться, это является основой резюме. Большинство компаний недавно встречался, где-то в начале года, с директором компании Google, российского председателя. Она говорит, мы читаем резюме снизу. Мы понимаем, первое, хобби, личные качества человека. Понимаем, чем он занимается в нерабочее время. Вообще, кстати, если вам интересно, и вы когда-то будете проводить собеседование, а вы же руководители, конечно, будете. Это вот в той нашей следующей части, я надеюсь, мы ее успеем сегодня, посмотреть на человека не в работе, а когда он не работает. Чем он занимается, как он общается с людьми. Знаете, еще есть очень прекрасная книга, их дверь, я вам порекомендую. Это сотрудники на всю жизнь о компании Southwares Airlines и правила работы или о том, как работает Google. Но так как мы все с вами в ВКонтакте, я вам всем так или иначе буду присылать разные книжки, может быть, по понедельникам. У меня все группы, все люди, которые со мной когда работали или не работают, раз в неделю я им присылаю разные интересные фильмы, книга, какое-то, не знаю, короткое выражение или фразу какую-то. Одна из последних, кстати, вот я вам тоже поделюсь. Одна из последних, я просто много-много книг послал, понял, что люди не успевают читать. Я говорю, хорошо, у нас сегодня детокс будет. Сегодня мысль. Можно делать многое, но не все сразу. Вот эта мысль, была задача подумать над ней и пожить с ней неделю. Потому что вот перед тем, как вот, если мы тут спросим, может быть, кто-то из мужчин увлекается восточными единоборствами? Конечно. Да? Ну, прежде чем нанести удар, нужно расслабиться, да? А потом вот сила, сила удара не в напряжении, да? Я вот буквально, очень интересный был такой момент, про напряжение я вам расскажу буквально одну маленькую историю. В это воскресенье мне позвонил один из топ-менеджеров крупной российской компании. Он говорит, слушай, у меня проблема. Мне нужно сейчас быстро-быстро решить вот стоящие передо мной задачи. Я говорю, хорошо. Как ты себя чувствуешь? Я постоянно напряженный. Я говорю, а можно я тебя попрошу сейчас? Да, вот прямо в скайпе. Вот напрягись, как можешь. Он говорит, зачем? Я говорю, ну, пожалуйста. Он говорит, никто же нас не видит. А теперь попробуй что-нибудь сделать в твоем состоянии. Он говорит, тяжело. Я говорю, вот так это. Если ты все время напряжен, ты не можешь постоянно делать что-то в своем состоянии. Еще один интересный, например, приведу из коучинга, знаете, такие характерные. Когда мы говорим об неэффективности подчиненных, есть одна дама, высокий руководитель тоже. Я говорю, вот представьте, что вы идете по торговому центру. Такая вся хорошая, симпатичная, в красивой одежде, в туфлях. И вот в этот момент вдруг вы чувствуете, что кто-то из ваших подчиненных не выполнил одно какое-то ваше поручение. Он говорит, ну да, они что-то там не выполняют. Я к этому серьезно не отношусь. Я говорю, хорошо. В этот момент у вас туфли не стало. Как вы себя чувствуете? Он говорит, ну, встаньте там, снимите. Он говорит, ну, зачем снимать? Я говорю, ну, почувствуйте. Сама говорит, ну, как-то неудобно вот на одну туфли ходить. Хорошо. Давайте вот еще один подчиненный, которому вы неправильно поставили задачу или не делегировали полномочия, не выполнил, и на вас пропала юбка. А как вы себя чувствуете? Он говорит, ну, вообще-то дискомфортно. Я говорю, так вот, под то же самое руководитель. Мы все говорим, что если мы не уделяем должное внимание своим подчиненным, если мы не уделяем должное внимание делегированию полномочий, пониманию, изучению, вот все, что мы делали сегодня с вами, если вы хотите быть настоящим руководителем, вы все то же самое должны проделать со своим подчиненным. Может быть, не в такой глубокой форме, не так сразу, но вы должны понимать, чем живут ваши люди. Вы должны разбираться в их стремлениях, почему они находятся вместе с вами, что их привело в вашу компанию, почему они там работают. Только тогда вы сможете выстроить вот эту систему, в которой люди смотрят в одну сторону. Сегодня очень была хорошая фраза, пока я утром пил кофе в телевизоре. Любовь – это не то, что смотреть друг на друга. Это вот к профессии относится очень хорошо. Любовь – это можно смотреть в одну сторону. Так вот, настоящие руководители его команды, они смотрят в одну сторону. Сразу приведу тоже одну интересную историю. В одной компании я делал тренинг, и мы первым делом сделали изучение ситуации по свод-анализу. Как вы думаете, картинку из какой самой известной русской басни они нарисовали? А потом они удивлялись. Слушайте, ну как же так? Мы же такие все умные здесь. Мы же все понимаем. А вот так получается, что каждый из нас в нашем подразделении тянет туда. Наши департаменты не понимают. А это к вопросу, Константин, к стратегической ошибке. Ошибка номер один. Итак, мы движемся дальше. Я чувствую, что я не успеваю, поэтому я буду немного пролистывать наиболее слайды, которые сейчас нам не очень потребуются. Итак, ошибка номер два. Понять себя. Самое сложное, но, к сожалению, осталось совсем немного времени, это то, чем мы с вами занимались все предшествующее время. Вот эти полтора часа мы с вами старались разобраться в себе. И это на самом деле не так легко, как оказалось. Цель моя, цель коучинга, вообще цель любого человека, цель вас как руководителя, это раскрытие потенциала ваших сотрудников. Цель руководителя вашего, я надеюсь, это раскрытие вашего потенциала. Поэтому наша цель, наши ошибки и неудачи, это возможности преодоления. Ведь совершив уже ошибку, вы понимаете, какой опыт вы приобрели, то ее не надо бояться. Дайте себе право на ошибку. И вашим подчиненным тоже нужно давать право на ошибку, разбираясь с ними последствия этой ошибки. Давая возможность ошибиться, вы даете возможность людям проявить себя, открыть себя. Поэтому движемся дальше. Я вам уже задавал этот вопрос. В чем мое дело? В чем мое предназначение? В чем моя профессия? Потому что мы зачастую самоидентифицируем себя с той работой и обстановкой, которая происходит на работе. Мы должны разобраться в себе, что же для нас важно в той оценке, которой нас как руководители оценивают. Что это значит? Воплощать свои идеи, свободно обсуждать возможности. Это то же самое значит важно для ваших работников, для ваших подчиненных. Спросите себя, понимают ли они это, делаете ли вы для них это. Вот тогда и получается, хороший руководитель или не очень. И безусловно, я вам уже говорил об этом, что вы талантливы. То же самое вам нужно транслировать для своих подчиненных. Вы действительно талантливы. И у каждого из вас есть определенные свои таланты. Но вам нужно говорить об этом, чтобы получать поддержку. И выдавая поддержку своим подчиненным. Безусловно, вы профессионалы. Так вот, цель моя, не карьерный рост в своем карьерном коучинге, а развитие человека, делающего карьеру. Именно развитие человека. Потому что успех руководителя, это успех его команды. Вообще, на мой взгляд, это очень важно. Потому что не существует рецептов готовых. Не существует каких-то книжек, в которых написано, как достигать успех. Есть опыт других людей. Есть ваш жизненный опыт. Поэтому вот давайте двигаться по нему. Но что нам нужно на старте? Мы сегодня говорили, вы хотели вдохновения, вы хотели движения. На старте вам всего лишь понадобится вера в себя, уверенность, самодисциплина, решительность, сила воли. Простые вещи. Сделайте простой анализ дома сегодня. Оцените по десятибалльной шкале каждый из этих качеств, которые у вас есть. Подумайте, из чего оно состоит лично для вас. Как бы вы могли прокачать в себе это качество, разложив его на составляющие? С чего начать? Какой будет ваш первый шаг для того, чтобы двигаться в этом направлении? Первый шаг вы уже сделали сегодня. Но я хотел бы, чтобы вы не заблуждались. Почему? Потому что приход на мастер-классы Романа Дусенко о том, как строить карьеру, не является началом пути по построению карьеры. Это две большие разницы. Сегодня вы просто хорошо провели время, познакомились с людьми, которыми здесь. Мы с вами весело поговорили. И я бы хотел вот еще такой слайд привести. Ваши возможности – это, безусловно, золото. Чтобы даже золото добывать, требуется усилие. И иногда это тяжело. Кто из вас, вот я уже говорил о том, что развитие человека – это только через развитие личности человека. Сейчас еще одну покажу, хороший слайд, который мне нравится. Ведь мы часто занимались спортом. Кто-то попреседал даже, кто-то пробежку делал, потом ноги начинают болеть. Попресс кто-то там, я, например, заставляю себя наоборот делать, кто-то там думает, ничего себе, живот болит. Когда мы прилагаем усилия, у нас возникают дискомфортные ситуации. То же самое в развитии себя, в личностном росте. Это дискомфортно может показаться на первом этапе. Но результаты, которые вы получите по дороге к себе – это очень важно. На одном из бизнес-завтраков у меня был в гостях Олег Туманов, основатель и генеральный директор компании ivi.ru. И он сказал очень хорошую, такую классическую, знаете, такая фраза определяющая. Можно всю жизнь идти правильным путем и оказаться в неправильном месте. Вот просто задумайтесь об этом, что вот как важно вовремя найти в себе силы понимания, где вы находитесь. Еще очень важным моментом – отсутствие у человека желания развиваться гораздо более важная причина того, что работа начинает вызывать дискомфорт, а не то, что человек перегружен или то, что у него много работы. Именно постоянная текучка, отсутствие возможности развиваться, нет личных планов – это все вы можете компенсировать за счет понимания этого и развития самого себя. Давайте двигаться дальше. Что-то мне еще хотелось вам оставить. Ошибка номер три. Важнейшая ошибка – нет персонального позиционирования. Кто-то здесь мне говорил, что он маркетолог. Не помню. Говорил кто-то, кто маркетолог? Интернет. Ну ладно, неважно. Я хочу вам рассказать простую теорию позиционирования. Если я вам сейчас расскажу, скажу простое слово «Кока-кола». У большинства из вас в голове возникнет образ коричневой, пузырящейся, холодной или сладкой жидкости, которую мы пьем. Вот «Кока-кола» или грузовик там с «Санта-Клаусом» идет, или что-то еще. Так вот именно персональное позиционирование – это вызывание однозначного эмоционального образа в глазах работодателя решением, какой проблемой вы являетесь. Если мы говорим о развитии карьеры, о росте карьеры, то решением, какой проблемой вы хотели бы быть, причем эта информация о вас подчеркнута в разговоре с вами, в общении с вами, чтением вашей страницы в социальных сетях или чтением вашего резюме, должна быть однозначная, однозначный эмоциональный образ. Кто вы? Было бы у нас побольше времени, мы бы поиграли в игру, называется «Страшный инопланетянин». Когда мы понимаем, что такое позиционирование, это ответ на вопрос, в чем я лучше других, и решением, какой проблемой работодателя я являюсь, вы бы выходили сюда и рассказывали ваше персональное позиционирование. Уверяю вас, это не так легко. Мы в целом занимаемся где-то примерно два занятия. Занятия у меня идут раз в неделю, примерно с перерывом, чтобы была возможность у вас сделать домашние задания. Итак, безусловно, еще деньги. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас зарабатывал больше. Уверен, что, ну, недооцененность примерно варьируется от 20 до 25 процентов. Каждый из вас может получать просто больше, вот вообще, ну, сильно не напрягаясь. Еще хуже того, что когда вы не смогли о себе вовремя рассказать или там при приеме на работу, каждый из вас знает, что есть вилка, да, в штатном расписании. Не всегда возможно получить этот высший, высшую часть. Разница даже, условно, там в 5-15, там 25 тысяч рублей, да даже в 5 тысяч рублей по году приходит 60, да. 25 тысяч рублей – это уже 300 тысяч рублей. А это фактически такая небольшая машинка. То есть все, что можно было бы получить свою стоимость при правильном позиционировании, при правильном создании резюме, при правильном ведении переговоров с заработной платой – это ваши деньги, это ваши возможности, возможности вашей семьи. Здесь бы я хотел сделать вот такое маленькое, легкое упражнение. Пусть оно, может быть, вас немножко подзарядит, потому что время много, вы уже подустали. Напишите, пожалуйста, в том месте, где вы пишете, сумму своей зарплаты двузначным там или трехзначным числом без нулей. Не надо будет мне ее показывать, и соседу тоже не надо будет показывать. Просто запишите. Если вы безработный, профессиональный к тому же, можете взять последнюю сумму, которую вы когда-либо получали как зарплату. Мы знаем, что нас окружает рынок. Мы знаем, что мои друзья, знакомые или кто-то еще, или кто-то нам говорил. Я читал объявления о том, что где-то зарплаты другие. Так вот, я явно у вас внутри есть некое определение справедливости стоимости себя на рынке труда. Да или нет? Да. Давайте рядом напишем эту цифру. Сколько она, по вашему мнению? Разница есть? Да. Так вот, мне бы очень хотелось, чтобы эту разницу вы преодолели. Либо самостоятельно, либо путем со мной занимаясь. Но это возможно, абсолютно возможно, и вас смело в этом уверяют. Неэффективный резюме. Я, не знаю, за последнее время и вообще за всю свою карьеру прочел огромное количество резюме. А когда я начал этим заниматься в 15-м году, я решил делать аудит резюме. Это вообще очень интересно, когда ты разносишь пух и прах резюме и собираешь заново историю о человеке заново. Причем пообщаешься с человеком предварительно. Так вот, когда я начал анализировать присланные мне резюме, я понял, что через какое-то время я пишу одно и то же. Потом я начал копировать. А потом я просто перестал делать, потому что все резюме были похожи друг на друга, как две капли воды. Это как меня зовут? Какие функции я исполнял? Какой институт я закончил? И в лучшем случае мои личные качества. Причем они у 99% одинаковые. Я даже сделал облако слов, которые наиболее часто употребляются. Так вот, проблема в том, что основой эффективного резюме является персональное позиционирование. Именно то, какую проблему, какую задачу работодателя вы можете решить лучше всего. Я вам говорил о том, что буквально в несколько минут назад, если бы вы вспомнили эти сложные вопросы, сложные проекты, которые вы решали в своей работе, вот в рамках коучинга мы делаем такие упражнения. Вы думаете о том, какие проблемы вы решаете. Потом вы вспоминаете, как вы учились, вспоминаете, как вы работаете. И пишите рассказ о себе. Не резюме, а именно рассказ, который становится вашим резюме. Вот в этом кроется ключ. Разница подходов между перечислением хронологических данных и указанием той должности, которая была записана в трудовую книжку, между тем, что вы на самом деле делали. Это большая разница. Не буду останавливаться на сайтах, что там очень много. 17 миллионов сегодня на одном из крупнейших сайтов резюме и 300 тысяч вакансий. Получается, достижимость там 0,00. Сейчас хочу сказать, 10 секунд всего профессиональному рекрутеру нужно на то, чтобы взглянуть на ваше резюме. И вот 4 основные момента, которые он обращает внимание. В чем вы профессионал, позиционирование. Какая ваша последняя должность, ваш уровень. Какая ваша последняя компания, рейтинг компании, насколько вы серьезно решали уровень проблемы и образование. На какой потенциал у вас есть. То есть вот такие простые вещи. Давайте постараемся подвигаться дальше. Я постараюсь сейчас еще что-то важное вам рассказать. Все, что мы успеем. Так вот, управление людьми. Четвертая ошибка. Мы сейчас подходим фактически к самому последнему, завершающему концу. неэффективное управление людьми, непонимание людей на этапе подбора, на этапе адаптации, на этапе развития. Что с ним делать, развивать? И на этапе мотивации. Похлопать по плечу. Сколько стоит? Ничего, ноль. Знаете, какая самая главная мотивационная премия, вообще бонус какой, самый главный в компании Хьюлитт Паккарт? Может кто-то знает? Нет? Нет? А? Объятие? Нет? Золотой банан. Который, ну на самом деле, фигурка, наверное, сколько стоит. Как это было? В начале 90-х группа экспертов Хьюлитт Паккарт решала очень сложную задачу, критическую. И руководитель один был в этой группе вовлечен. Так вот, сотрудник, решив эту задачу, бежит и говорит, я решил. Человек, руководитель, думает, ну как же его благодарить? По карману начал шарить в поисках денег, да, ну чтобы хоть как-то благодать. Потом подбегает к столу, вытаскивает стол, а там ничего нет, у него там лежит банан. Он берет и дарит, вот тебе банан. Поэтому с этого момента этот золотой банан стал лучшей наградой Хьюлитт Паккарт. Это нематериальная мотивация, он не стоит нисколько. Листочек, вот этот желтый, пост-ит, знаете, такие наклеиваются. Если в каждом компании, в каждом отделе, у вас, я уверен, точно есть такие тихони. Кто смотрел фильм «Чего хотят женщины» или «Что хотят женщины?» Помните? Там была одна копирайтер, которая там говорила, ну если я исчезну, ничего не изменится. Собственно, вокруг которой весь фильм затянут. Я уверен, что в вашей компании тоже или в вашем подразделении есть такой человек. Сколько стоит написать ему «Молодец», когда он ушел, приклеить этот пост-ит ему на монитор, чтобы человек, придя завтра на работу, испытал колоссальное удовольствие. Весь день будет его наполнен радостью от того, что кто-то заметил его труд. Сколько стоит? Нисколько. Сколько стоит обратная связь, поинтересоваться человеком? Нисколько. Ваше время. Ведь вы же хотите быть эффективными руководителями, поэтому эффективный руководитель это тот человек, который разобрался в себе и разобрался в своих подчиненных. Ровно этому было посвящено большая часть сегодня нашего мастер-класса «Разобраться в себе». Все то же самое вам нужно сделать, чтобы быть эффективным руководителем со своими подчиненными. И ошибка номер пять. Применение ежедневной ценности в своей работе, когда вы говорите о том, что вы любите свою работу. Искренне. Дело, работу, профессию, которым вы занимаетесь. Как мы ее решим? У моих детей есть детские очки. Знаете, такие, может быть, у кого-то есть такие с глазами. Видели, да? Такие у детей ходят. Так вот, я хотел бы вам сегодня подарить на выходе из этого мастер-класса очки не как на входе в кинотеатр 3D, а как на выходе, знаете, такие очки, на которых написано стопроцентная эффективность. Вот вы будете уходить, вот проходили эту черту, на вас теперь будут одеты очки. Все, без этого уже никуда. Что это значит? Это значит, что теперь вы каждое свое действие на работе будете расценивать с точки зрения, эффективно оно или нет. Ведет ли оно мое подразделение, мою компанию, меня к стопроцентной эффективности, к достижению целей компании, к достижению результатов компании. Только это вам поможет быть эффективным. И только тогда, когда вы эффективны на своем рабочем месте, другим компаниям захочется пригласить вас с более высокой заработной платой, с более серьезными зарплатами, с более серьезными вопросами, запросами, проектами, с более сложными задачами для того, чтобы раскрыть весь ваш потенциал. Поэтому задача стопроцентная эффективность, это все самое главное, что вы должны делать как руководитель на своем рабочем месте. Не забывая, что мы и руководитель, и подчиненные одновременно. Это я хотел бы вам рассказать, но я сегодня уже не успеваю, я же обещал вам закончить ровно в 9, у меня осталось 4 минуты. О чем бы я хотел вам рассказать? Сейчас я перемотаю до самого главного о том, что мне хотелось бы просить. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь сегодня в течение нашего мастер-класса испытал внутренний щелчок и сказал бы, да, точно, я понял, что мне теперь делать дальше? Да, прекрасно, спасибо большое. Я уверен, что возможно это придет сегодня вечером, завтра, но оно придет, и это отлично. Следующее. Очень трудно посмотреть на себя со стороны. Нужен другой человек. Даже в таком простом упражнении, когда мы говорили о том, могу ли я себе просто ясно объяснить, что я хочу, мы иногда испытываемся затруднением. Нам нужно просто с кем-то поговорить для того, чтобы выяснить, так это или нет. Желательно, чтобы этот человек был настроен вам позитивно, открыто, для того, чтобы он готов был вас воспринимать и вас слушать, для того, чтобы он помогает. Следующее. Зачастую, когда мы понимаем, что перед нами стоит сложная задача, когда у нас непонятно, что делать, когда мы не знаем, что делать, мы чувствуем себя, как рыба в воде. Вернее, рыба вытащена на воду. Я вспоминаю себя, когда меня назначили директором департамента, директором директора организационного развития в Инвестсбербанке. Это как раз за год до продажи. Это сразу мы начали работать с Делойтом, это сразу много-много ответственности, сразу большой департамент, это сразу консолидация двух банков, на ходу прикрепления еще двух банков. Я понял, что мне очень тяжело. К счастью, в моем окружении нашелся человек, который помог мне. И до сих пор я общаюсь с этим человеком. У меня сейчас не один коуч, а несколько, потому что развиваться одному очень тяжело. И в разных направлениях есть разные люди, которых я считаю авторитетами, с которыми я советуюсь, как дальше развиваться. Поэтому я вам тоже рекомендую задуматься о том, чтобы у вас появился такой человек. Ну и, конечно же, 10 часов в день, находясь на работе, вряд ли мы работаем с 9 до 6, и ровно в 6 уходим. Практика показывает, что большинство людей, вы уходите, вам везет. Да? Прекрасная организация. Большинство людей перегружены очень на работе. Поэтому очень трудно задуматься о тех задачах, которые стоят перед тобой, для того, чтобы найти решение. И в этом ситуации появляется наставник или карьерный коуч. Именно об этом я сегодня вам рассказывал о тех успехах учеников, с которыми я занимаюсь. И в конце, для того, чтобы решить, вот кто-то из вас сейчас захотел ли уже почувствовать, что ему нужно найти человека, с которым бы он хотел работать в своей карьере, в достижении целей. Есть такие люди, которым интересно, прекрасно, отлично. Я уверен, что все равно есть решение, может быть, не очень комфортно об этом говорить сейчас. Но все-таки мы подходим к самому завершающему моменту карьерный коуч. Я бы хотел вам рассказать о четырех программах. Кстати, это будет очень интересный кейс, но я вам расскажу о нем чуть позднее. Я бы хотел вам рассказать о четырех программах, которые я вам предлагаю сегодня. Она, это даже, получается, да, пять программ. Пятый, это право на труд. Она сейчас проходит в стадии тестирования. И мы закрываем все вопросы. От программы длительности от одного месяца до одного года. Первая месячная программа, она называется базовая, профессиональное позиционирование. Именно разработка профессионального позиционирования, явно отличительного характера, того, с чем же вы отличаетесь от других, является первая программа. Как я уже говорил, занятия происходят онлайн, примерно один раз в неделю. В течение недели выполняете задания, потом мы с вами обсуждаем. Все это делается в онлайн-среде, независимо от места, где бы вы находились. Вы достигаете решения, вы находите и создаем однозначный эмоциональный образ, персональное позиционирование вас как профессионала, как работника. Что будем делать? Мы представим ваше представление себе, мы помечтаем, мы разберемся в ваших прошлых успехах, в ваших базовых достижениях, в всем том, в чем вы были сильны. И безусловно, бонусами, какими к этой программе идет, самодисциплина, семидневный марафон для запуска, аудит-резюме, безлимитный, следующий, карьера активный. Эта программа уже примерно два месяца работы, восемь занятий, через неделю мы занимаемся решением профессиональных целей. Что происходит? Мы будем заниматься, управлять вашим брендом, созданным на основе персонального позиционирования, на основе первой программы, а второй мы будем думать, что делать дальше. Либо расти в карьере в этой компании, либо искать в поиске решения вовне где-то. Сюда бонусом входит и самодисциплина, и аудит-резюме, и профессиональные позиционирования из первой программы. Третья программа, 90 дней, примерно 3 месяца, реактивный проект. Когда вы получили новую должность, новую работу, или вы хотите найти себя, чтобы определиться, что же мне делать дальше, куда мне идти. Вот именно для этого программа карьера реактивной. В результате вы сформируете представление о себе, о функционале, о той должности, которой вы занимаете, или вообще о работе. Бонусом идут все предыдущие программы. Ну и последняя программа, она 6-месячная, когда мы с вами просто безлимитно занимаемся для решения вашей цели. То есть я говорил о годовой программе, здесь у меня еще годовой нет, вот там полугодовая, поэтому одно место смогу взять всего лишь одного человека, потому что она очень энергозатратная. Вот эта программа. Как я говорил, стоимость этой программы 100 тысяч рублей на полгода, стоимость программы трехмесячной, куда входит столько бонусов, 75, стоимость двухмесячной программы 50, и стоимость одномесячной программы, 30, да. Вот, итак, четыре программы на один месяц, на два, на три, на шесть, в зависимости от программ. И есть еще онлайн 12-месячная программа, сейчас вам буквально о ней расскажу, чтобы вы тоже имели представление. Буквально вот в течение самого ближайшего времени запустится проект «Право на труд», где вы будете получать онлайн-консультации по всем вопросам, связанным с карьерой. Либо на месяц, либо они все на год, ну вот у вас получается год консультаций, три тарифа есть, в зависимости от количества консультаций, в любое время онлайн до решения вашего вопроса. Это чтобы вы знали, буквально в ближайшее время проект запустится и у вас будет возможность с ним познакомиться больше. Ну и собственно говоря, на этом я хотел сказать вам, что стопроцентная гарантия возврата средств. Если вы начнете заниматься, вам что-то не понравится, мы вас, эти возможности у вас будут вернуть деньги. Мне бы хотелось, чтобы вы еще раз подумали о том, приняли ли вы решение или нет. Мы сможем с вами сейчас это обсудить. Вот после мастер-класса можете подойти ко мне и мы можем это решить. Ну и вот этот «Право на труд» проект, который я говорил. Что бы мне хотелось сказать, что в свои 46 лет я хотел бы пожелать вам не останавливаться. Я в конце хочу вам рассказать маленькую историю, маленькую притчу. Когда я учился в бизнес-школе Скокова, мы ходили к Эвересту на базовый лагерь. Это был двухнедельный трекинг наверх и две недели вниз. Потом мы очень устали, это было очень тяжело. Я не об этом бы сегодня хотел рассказать, хотя есть одна история на эту тему. Сегодня я бы хотел вам рассказать историю про слона. Когда мы спустились вниз и поехали отдыхать, там на юге Непала есть заповедник и слоновья ферма, где слоны стоят под навесом в открытом воздухе и их нога привязана к такому железной трубе, примерно на кольце, не очень такой тонкой, достаточно, ну не очень проще, на мой взгляд, веревкой. Когда мы спросили своего егеря о том, что, а почему он, собственно, не оторвет, не уйдет куда-нибудь, да нет, ты что, они не отрывают. Я говорю, почему, ну пойдем. Он меня взял за руку и мы зашли в соседний павильон, в соседний навес такой, где стояли слонята. Маленькие слонята, привязанные и для них, для слоненка, это очень крепкий канат такой, который держит его, заставляет его отказаться от любых претензий на свободу, заставляет его отказаться от любых попыток измениться. Так вот, слон вырастает, а веревка остается та же самая. Взрослому слону ничего не стоит порвать эту веревку. Я желаю вам, чтобы все ваши путы или все ваши веревки, условно говоря, которые сдерживают вас сейчас, от принятия решений для того, чтобы изменить себя, чтобы стать лучше, чтобы сдвинуться вперед своим карьерным целям, вы их осознали и, несмотря ни на что, проявили смелость и стали двигаться по направлению к своей мечте. К той мечте, вдохновение которой даст вам мотивацию к поставленной цели, о которой мы сегодня с вами говорили, для того, чтобы быть и оставаться эффективным руководителем. Большое вам спасибо за сегодняшние два часа, которые мы провели с вами вместе. Все, кому интересно вопросы, работают со мной лично как с наставником, а также все, кто выиграл у меня бесплатные консультации, пожалуйста, подходите ко мне, мы с вами обсудим. Большое всем спасибо, все хорошего вечера, доброго вечера и до встречи в сентябре, если кто-то захочет прийти еще. Спасибо.